всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня будет такой влог немного обо всем как всегда покажу вам некоторые свои покупки в том числе но прежде хотела бы вам рассказать узнаете стала получать различные комментарии ну я тоже да стала как-то вот увлекаться выпечкой стала получать различные комментарии конечно меня очень интересует тема рецептов различных тортиков выпечков капкейков и конечно же такую красоту хочется делать самому дома но как правило по обычным рецептом в интернете не всегда получается то что мы хотим в итоге видеть потому что в этом процессе есть различные тонкости и самое главное на мой взгляд это помощь профессионалам и вы только представьте что у вас может быть человек который может разобрать вам все эти тонкости ответить на все ваши вопросы в режиме онлайн я долго искала различное обучение мастер-классы на эту тему и нашла пожалуй самое лучшее из них это бесплатный мастер-класс от полины филимоновой если вы тоже хотите начать радовать своих близких потрясающими рецептами и даже начать печь на заказ то этот мастер-класс точно для вас на нем вы можете узнать как готовить более 35 видов десертов прямо на своей кухне печь на заказ и даже зарабатывать на этом и еще многое другое вот некоторые работы учеников полины мне кажется это просто потрясающе что такому вообще можно научиться это просто класс полина кондитер и основатель самый большой кондитерской онлайн школы в европе через ее обучение прошли более 40 тысяч учеников а десерты получается с первого раза даже у тех кто ни разу не подходил к духовке все это благодаря более чем семилетнему опыту полины поэтому я рекомендую вам записаться именно сейчас чтобы успеть попасть на мастер-класс к полине ссылку на мастер-класс вы найдете в описании под этим видео обязательно переходите девочки а также я вам оставлю ссылку на ее youtube канал там вы найдете очень много рецептов и обучения по кондитерской темы так что девочки обязательно переходите смотрите у него действительно столько много всего интересного я посмотрела но практически все наверное ее ролики очень классно очень все понятно доходчиво просто потрясающе но давайте я вам сейчас покажу свои покупки ходили мои выходные в магазин я там конечно не снимала но давайте покажу вам что приобрела и в эти выходные вот которые были мы решили съездить в магазин потому что мне старшему сыночку нужно была утепленная куртка купить утепленную куртку и ламода опять к сожалению какие-то беда опять какая-то беда с доставкой я не знаю почему они опять перестали ко мне ездить соответственно мы поехали в торговый центр ну конечно со всеми своими тремя мужчинами ехать торговый центр это то еще удовольствие вот зашли спортмастер купили старшему сыночку куртку сейчас я вам все покажу в общем вот такую куртку купили утепленную сынульки спортмастере ему очень понравилась вот эта расцветка сочетание белого черного и сразу взяли ему такую шапку тоже она ему очень понравилась и снова не знаю шапочка стоила 529 рублей куртка стоила 4000 утепленная что это за марка дэмикс наверное вот очень понравилась ему расцветка здесь небольшой утеплитель вот сейчас на холодную осень ноль плюс минус до минус пяти я думаю будет ему отлично ходить и еще нужно было обувь моему сыночку и мне обувь мы решили зайти в магазин кари магазине кари конечно там акция была покупаешь две пары третья в подарок мы конечно же этой акции воспользовались единственное что как-то мне очень сильно нахамила ну прямо в прямом смысле слова нахамила как этот кассир девушка на кассе до которая стала мне предлагать в общем какую-то губку за 40 рублей и я отказалась от этой губки и в итоге она начала там высказывать что типа вот накупили столько вот я прям цитирую накупили столько обуви и не хотите какую-то губку за 40 рублей взять то есть все в таком тоне в общем я ее короче одним словом предложила ей расслабиться в общем одним словом в каре взяли сыночку моему вот такие ботинки эти ботинки написано они уже в отделе мужском ну то есть не детский отдел а мужской отдел написано 40 размер у меня 39 полный размер мне они вот прям впритык то есть это маломерка наверное на полтора размера сыну моему сейчас вообще отлично в общем вот такие как это кроссовки кеды которая внутри имеет вот такую байку то есть на прохладную погоду вот самое то до зимней обуви дальше уже в зимнюю обувь можно нырять спокойно в общем вот такие кроссовки к этой куртке мне кажется очень даже симпатично все как любит мой сын черная ну и разбавили немножко беленьким вот так что такие покупки и давайте покажу что я купила себе а себе я купила аж целых две пары обуви потому что одна пара очень понравилась моим мужчинам а второй парам понравилось мне две практически одинаковые ботинки девочки но так как была такая акция не сын не младшему сыну не мужу ничего больше не нужно было в общем я решила решили меня мальчики побаловать двумя парами сказали что как раз мне мне очень понравились вот эти вот ботиночки с красными шнурочками у меня есть такое пальто красное в общем мне много к чему подойдет они тоже внутри идут на такой байки да вот эта марка кажется там почти все вот этой марки да вот в общем вот такие типа аля под замшу демисезонные материал материал вверх какая-то микрофибра искусственная кожа текстиль ткань утепленная в общем вот такие вот ботиночки они безумно понравились вот этими красными шнурочками еще супер а мужчинам моим особенно моему старшему сыну очень понравились вот эти ботинки но они мне тоже кстати понравились они безумно удобны также идут внутри вот на такой подкладке в общем девочки немножко оторвалась что называется вот они тоже блокирована искусственная кожа утепленная ткань и в общем всякое такое в общем очень мне понравились вот эти ботинки девочки вообще вот вот эти ботинки они как бы более на самом деле практичные чем вот эти но я хотела что какие-то черные с красным себе приобрести в общем в итоге купила две пары можно да но у меня правда единственно получилось сыночку пара обуви вот это как бы в подарок а вот за эти я заплатила вот но мне очень понравились и шнурки такие классные мне есть чем одевать и вот эти ботинки вот эти ботинки есть чем носить в общем я довольна как я не знаю кто честно вам признаюсь очень мне понравились так что девочки в каре до одесса что вот конечно продавец кассир она вообще как бы с этой губкой за 40 рублей или за 60 рублей уже не помню в общем пристала ко мне сюда ну ладно это мелочи жизни вот что вот такие вот у меня и такие и такие ботиночки буду носить они достаточно свободненькие такие внутри я с носочком теплым буду одевать одни и вторые вот эти конечно в дождь не стоит носить а вот эти как раз в дождливую нашу питерскую погоду вот такая обувь как раз супер вообще по поводу кожаные обуви кожаная обувь у нас хорошо летом или зимой потому что в основном все остальное время слякать и она потом вот здесь вот начинает кожа очень сильно портится хотя я езжу на машине но все равно я грязь везде найду может быть кстати наоборот из-за того что я езжу на машине около обочине же обычно вот это вот все от машины так далее все эти реагенты и тому подобное ну не знаю в общем купила вот такие довольно как слон девочки так что да но много там симпатично обуви в каре мне вообще понравилось но я бывает иногда туда захаживаю хотя больше люблю на ламуде заказывать но мне очень понравились такие такие ботиночки так что так что довольно теперь как слон и 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 сожалению не сняла как я его замешивала но я думаю все просто я вам все напишу внизу в инфобоксе и поэтапно как она готовится как замешивать и так далее все ингредиенты мои домашние любят именно тонкую пиццу и она у меня получилась просто идеальная более того сама вот это само вот это тесто она у меня пропеклось у меня духовка имеет режим пицца так и называется там примерно 20 минут при температуре что-то в районе 200 градусов я выпекала начинка у меня на самом деле самая простая там различные колбаски и много-много-много сыра из этого количества теста которое вот получилось у меня скажем так при замешивании на самом деле можно сделать 3 полноценные пиццы но у меня не было столько начинки во первых и поэтому я второй пласт раскатала не так тонко как первый вот видите я показываю что все пропеклось пицца получилась безумно вкусно мужчину моим очень понравилось так что девочки возьмите тоже на заметку вот у нас такой ужин с чаем пицца вот и вот второе у меня получилась вторая пицца ведь целый противень и уже здесь много то есть большая толщина но толщина это у меня получилось по краям я не стала обрезать но на самом деле можно разделить реально на три раза может быть не три таких больших противень получится но три такие полноценные пиццы спокойно получится также в рецепте было указано что это тесто можно хранить в холодильнике не знаю как насчет морозилки но в холодильнике да видите чуть-чуть она у меня получилось потолще но также полностью опера пропеклось и и нет в принципе все равно достаточно тоненькая то есть мне прямо это рецепт очень понравился вот только у меня вот эти вот боковушечки получились такие прям пухленькие вот но в принципе ничего страшного буду знать что можно будет разделить аж на целых три пиццы или как-то убрать в холодильник или морозильник кстати напишите можно ли такое тесто хранить в морозилке если вы знаете об этом но я вам очень советую приготовить именно вот такой по такому рецепту который я вам обязательно напишу внизу инфобоксе так что девочки если еще не пробовали обязательно сделайте готовлю я так именно такую начинку спицей то есть не добавляя никакие не грибы ничего остального просто потому что мои мужчины любят когда сыр колбаса и еще помидорки у меня там да и смазываю я там от томатной пасты я смазала да вот и все больше они ничего не любят никаких не грибов ничего но очень советую девочки еще сейчас вспомнила что я обещала рассказать про уход за руками и также про лаки я использую гель-лаки делаю себе маникюр сама педикюр сама в общем принципе я все все сама делаю вот давайте сейчас я переверну камеру и покажу средства которые у меня вот на данный момент есть наличие которые я использую расскажу о них давайте начнем с гель-лаков я как раз сегодня себе переделала маникюр и я купила себе два новых гель-лака это марка ингарден мне очень нравится именно вот этот x гель почему мне нравится потому что он его можно в один слой нанести единственное что для него нужна мощная лампа и его нельзя наносить сильно толстым слоем иначе он будет ну как бы будет морщиниться что ли можно так наверное сказать но в общем к нему конечно нужно привыкнуть с ним нужно ну как бы ну скажем так я не знаю в общем привыкнуть к нему нужно да но в общем и мне очень нравится это очень плотное покрытие такое классное вот у меня две новиночки два цвета я себе купила вот такие 169 и 170 170 у меня сейчас на ногтях вот он я нанесла тоже на ромашку и 169 это вот такой вот не знаю малиновый что ли цвет это какие-то новинки вот это ингардом линейка x гель которая очень мне нравится но опять же повторюсь что с ними нужно аккуратно работать но мне нравится обожаю вот эти вот лаки просто потрясающе то есть на ногтях у меня сейчас вот этот 170 что касается ухода давайте начнем с кутикулы я сейчас удаляю кутикулу вот таким средством очень мне нравится первых она долго хватает я вот давно уже покупала и не знаю больше полугода тому назад купила я его в гоше у меня еще есть я вы для педикюра и для маникюра использую очень классное средство не пересушивают кутикулу и при этом хорошо очень удаляет все все не нужно все что мне нужно все хорошо удаляет если после него нужно обязательно обезжиривать если вы даже вам но обычным лаком пользуетесь да не гель лаками то нужно хорошенько обезжирить ногтевой пластинку потому что он немножко такой жирноватый но закончится я повторю не дешевый не помню честно уже сколько стоило я его купила в риф гоше покупала его вот но мне безумно нравится наверное самый лучший что это риму верно называется вот самый лучший наверное всех что я пробовала как это салли хэнсон да еще вот есть прикольные это лучше чем салли хэнсон честно очень классный стоит своих денег также по поводу ухода за кутикулы вот уже наверное третье у меня баночка я как-то вам показывала от марки ингарден вот эта же марка да у меня кстати база каучуковая база тоже от марки ингарден а топ у меня от марки коди и я также покупаю вот это масло мне безумно нравится она как бы двухфазное внутри показать ты не знаю в общем внутри двухфазная я наношу всегда на кутикулу каждый день на ночь очень мне тоже нравится я вот эти лаки и вот это вот покупаю магазинчики магазинчик типа такого ларечка это как это корнер по-другому называется там все для маникюра там разные марки продаются и в большой выбор вот этих вот лаков ингарден через интернет я нигде не заказывала где заказать не знаю вот хожу все время в тот магазинчик и покупаю все что мне нужно для маникюра по поводу ухода все то что у меня сейчас есть что я использую для рук давайте начнем вот с этого это не буду заострять на нем внимание крем очень хорошего мне ведь уже заканчивается мне прислали на обзор это целый набор там был из 9 что ли кремов или что такой большой набор вот у меня остался последний тюбик это vt bts косметикс как-то так он называется почему не буду заострять внимание потому что знаю что вот прямом доступе его нигде не купить покупают как-то через группы вконтакте что-то в этом духе поэтому заострять внимание не буду но если где-то увидите обязательно возьмите вот такие белых чубиках очень классные крем ушки прям вообще мне очень нравится также я в карелии покупала вот такой крем шунги мне кажется я увидела фикс прайсе если я не ошибаюсь но наверно как где-то можно его приобрести потому что это производство город москва не скажу что прямо супер-пупер-пупер какой-то да но крем неплохой в принципе мне нравится не знаю но ты лучше честно скажу еще вот такой вот у меня крем 4 на самом деле не так много ну такой вот не не очень он понравился то есть вот этот шунгит намного лучше вот и когда у меня правда у меня тут такой интересный крем есть когда у меня есть какие-то ранки когда у меня есть какие-то шелушения когда обветренная кожа или что-то в этом духе я всегда на ночь на нашу бипонтен я знаю что у него есть аналоги я покупала аналоги но вот все время возвращаясь именно вот к этому бипонтену правда у меня почему-то опрелости и трещин сосков ну да ладно да вот да но я все время про шуму которая мазь да я не помню они как-то отличать там есть крем есть мазь вот я в котором мазь беру да вот она как раз от опрелости и трещин и наношу на ручки на ночь мне очень нравится плюс еще его использую как-то кто-нибудь у меня там поранится чем-нибудь и так далее вот видите я во сколько использую обожаю бипонтен знаю есть аналоги его если вы знаете напишите мне внизу в комментариях какие именно аналоги вы используете потому что бипонтен это скажем так не самый дешевый кремушек но мне он очень нравится вот зимой я им очень часто его наношу на ночь он конечно такой прям жирный жирный но все-таки очень действенный так что вот такие вот у меня средства вообще я могу сказать сразу по поводу рук мне часто делают комплименты что у меня очень ухоженные руки с вариантом что я ковыряюсь в огороде там делать какие-то домашние дела и так далее все это я делаю сама и не постоянно меня про это спрашивают у меня на самом деле нет никаких особых таких секретов прямо чудодейственных средств но также периодически и зимой именно в зимний период я приобретаю какие-нибудь крема такие знаете типа серии антивозрастных то есть с пометкой до антивозрастные некоторые от есть крема для рук который именно от пятнышек да а я беру именно таких от морщинок от сухости кожи вот что-то такое и наношу на ночь вот целый тюбик вымазала и все примерно раз в год я такую историю делаю очень мне нравится крем от марки каллистар меня спрашивали также по поводу colorance colorance да но colorance не так сильно понравился как каллистар они в одной ценовой категории вообще тоже крема для тела мне очень нравится именно от марки каллистар каллистар продается в летуале и я ловлю скидку 50 процентов но давно уже ничего не покупал от марки каллистар надо будет немножко будет как-нибудь посмотреть но пока просто есть все чем пользоваться поэтому наверное не присматривала для тела мне тоже нравится марка каллистар вот в принципе самое главное что я могу сказать это даже не то какой крем вы будете наносить а и регулярность после мытья посуды я не всегда использую какой-то крем у меня кстати стоит крем от грин мамы не принесла показать но принципе от грин мамы я в покупках показывала вот он меня стоит на кухне после мытья посуда после уборки нам его наношу на ручки самое главное здесь это регулярность если вы купите какой-то супер-пупер дорогущий крем и будете пользоваться им 1 месяц толку не будет это касается не только рук но и тела и лица и всего остального поэтому нужно использовать его я немножко простудилась чувствую голос немного садится извиняюсь вот поэтому насчет кремов обязательно должна быть регулярность вот и все я когда училась еще в школе очень часто страдала излишней сухостью кожи ну видно знаете вот эти гормональные перестройки у меня прямо были на руках такие не бабушка называла их цыпки вот и чтобы вот этого не было и знаю свою такую особенность я постоянно наносила на ночь различные кремушки детский крем вот все что дома было все наносила и тем самым привыкла на ночь каждый день я наношу крем каждый божий день на руки наношу причем так ну от души скажем так наношу так что вот такой вот у меня не замысловатый уход еще раз повторюсь самое главное это регулярно использовать уход и не за руками в том числе поэтому не забывайте у меня прямо возле кровати в прикроватной тумбочке лежат все вот эти мои крема в том числе и вот этот вот масло для кутикулы мне нравится вот это но в принципе можно любое наносить есть другие хорошие различные маслица для кутикулы самое главное наносить все таки а не просто купить и поставить рядышком да ну и на сегодня я буду с вами прощаться вся информация у меня как всегда внизу инфобоксе так что обязательно переходите смотрите оставляйте свои комментарии может быть вы знаете какие-то классные средства для рук я с удовольствием попробую люблю экспериментировать в этом плане ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч